на как же мы выберемся вопрос не было огня такое ощущение как будто бы это у нас уже какая-то крыша просто сносится и мы уже сами не понимаем что происходит по идее тут должно было все сгореть к хренам собачьим но что он пропал или он убежал и все сгорело мы живые как каким образом ручка от чего это ручка где-то я видел отверстие но где может быть что это такое бля предмет ключ от подъемника подожди подъемник был в самом низу если я не ошибаюсь все фэлтону пиздец мистера фэлтона больше нет до чего ужасная смерть да жалко что тут локации больше нет и походу не будет друзья походу мы до самого конца вот так вот и дойдем все сгорело вроде как горела я не понимаю только одного почти ключ от подъемника где подъемник добраться до чердака попытаться сбежать а я не знаю просто я я я даже просто не знаю музыка музыки нет ничего нет и это очень странно надо сохраниться потому что и сейчас это падла выйдет мы будем переигрывать все просто все будем переигрывать поэтому сейчас аккуратненько аккуратненько твою дивизию где же это зеркало очень тихо вам не кажется что очень тихо везде туман везде дым вроде все нормально вроде бы никого рядом нет поэтому сейчас я просто пробегусь и попробую сохраниться потому что кстати текстуры не не успевают прогружаться это очень странно так сохраняемся и блин черта где же этот чердак я без понятия просто так жизни в основе восстанавливаем сейчас так хватит да вот мы восстановили жизнь отлично если кто не знает о у зеркала его может их можно восстановить так у меня тупо пусто мне надо какую-то хотя бы какое-то хотя бы оружие но мне кажется что оружие мне не поможет так у меня есть варианты где куда можно побежать и кстати вот эта штука это я проходил в прошлый раз на меня падала я это помню так подожди не уже ли все так легко нет не будет все так легко друзья так аккуратненько пытаемся пробежаться но нет никого нет везде туман просто походу потому что горело все так странно тишина нам надо добраться до чердака но подождите я не помню точно подъемник какой-то был внизу там ну вот эта ручка подъемника подождите где-то он тут был вот или этот может что-то клацали с ним я я просто не помню я просто не помню нет мы с этим клацали уже давайте посмотрим шприц так ключ от подъемника мистер фолкан рептностью хранил его судя по всему с помощью него можно запустить ручной механизм подъемника при отсутствии электричества подъемника без электричества я без понятия где это надо делать давайте попробуем давайте попробуем просто на выход пойти сейчас почему у нас задание одно а делать нам надо другое то есть механизм выхода ну то есть вот эта решетка походу да или нет а ну кащи электричество вот у нас тут но всунуть тут мы не можем никуда ну-ка но тут замок наверное нам надо на самый верх бежать и там что-то делать я без понятия друзья давайте сейчас добегу и посмотрим потому что долго бежать друзья я залез в лифт и на меня это подлюка сразу напала просто тупо напала на меня на на чем мы саданули в нее я не знаю но надо было просто но это не конец это друзья еще не конец я чувствую так мы едем на подъемник видимо фу на подъемник наверх на самый чем на чердак вот на чердаке почти дошли почти доехали открывайся открывайся собака погоди у нас вот чего-то не хватает и тут нам нужен ключ от подъемника скорее всего да или нет чего-то не хватает но используйте не подходит вы представляете я не понимаю подожди как же так чего-то не хватает почти там отверстие как там даже не видно какое там есть отверстие нету отверстия ничего не видно о все просто походу что-то я не так сделал вот мы докручиваем походу вот и чердак сабаба все это время была тут оказывается да зачем ты закрываешь еще за собой уже все так она говорила что она свалила так добраться до чердака чтобы попытаться сбежать мы уже подожди друзья смотрите это новый этаж на этом этаже мы еще ни разу не были сохранение сохраняемся обязательно будем смотреть что будет дальше так отлично я уж не знаю но мне такое ощущение как будто бы это финал это просто тупо финал так блять нам надо сваливать срочно сваливать как по мне надо тупо сваливать и куда я без понятия тут опять лабиринты какие-то сраные так что это что это что это такое отлично она уже сзади ну спасибо просто идеально просто спасибо за то что вы мне господи что это я успел я нажал на ту кнопку которая нужна была да друзья неудобно тут клавиши появляются и поэтому надо escape нажимать будет периодически что это такое свет включатель не работает надо электро энергию какую-то дать тогда можно будет свалить выявить причину короткого замыкания и устранить ее но как вы понимаете это финал твою мать твою жди не вовремя надо по тихому надо было по тихому это было она это так кто была одета в этот наряд пробуем еще раз надо по тихому крутить видимо тихо 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 заходи же ты твою ж дивизию как от нее прятаться она слепая она слепая но каким-то образом видит нас так друзья попробуем еще раз это сделать я не успел короче тут надо очень очень быстро пока она отходит крутить вот этот вот рычаг и дверь вот это которую вы видите она будет подниматься и мы туда пройдем но эта собака так быстро бегает что когда я только пытаюсь пока вы прокрутить она сразу же прибегает обратно надо ждать пока она отойдет очень далеко и затем очень быстро нажимать сейчас ждем 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 пробуем 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 такие моменты, побегов. Только вот куда идти, я не знаю. Лестница, лестница. Давай, давай, быстрее, быстрее. Она слепая, эта баба, но я не знаю, она бегает, как будто бы она не слепая, а? Блядь, эти мотыльки сраные. Надо было убегать от них, походу, да? Охренеть. Брат меня в натуре залепило, называется. От мотыльков тоже надо убегать. Я думал, их сбросить можно будет. Сохранение сработало или нет? Короче, валим. Просто тупо валим. Так, сюда. Крутой хоррор, жалко, очень короткий. Жалко, очень короткий и выход этого хоррора надо сразу его проходить. Нельзя вот так вот кусками его проходить, потому что, ну, не проникнешься полностью в игру. То одна демка, то вторая демка, то английский язык, то русский язык. И вот из-за этого ты просто, просто тупо теряешь всю атмосферность весь интерес такой, огромный. Так, лезем. Твою мать! Лезем? Нет, ну, походу, а не, лезем. Селеста что-то была... Я не знаю, что тут надо делать, но надо было по-тихому. Ну, куда ж я спешу-то? Я перный драндулет. Сколько смертей я уже разблокировал, это ужас. Мда. Так, друзья, я отодвинул ту тележку сраную. Я тут уже раза два или три проиграл, поэтому уже не знаю, когда запись включать, когда выключать, потому что игра такая, что проигрывает чуть ли не через каждые пять секунд. Из-за маленькой ошибочки можешь проиграть за секунду просто. Вон она, падла. Она теперь лестницу охраняет. Ну, что ж ты будешь делать, а? Как пройти тут? Как тут, блядь, пройти, а? Тут надо как-то отвлечь ее. Она, глянь, она закрыла просто, и все. Она тупо закрыла, и все. А нет, ты смотри, она отходит. Или не отходит? Блин, тут нет ни одной штуки, которую можно было бы кинуть. Может быть, обратно вернуться, кинуть? И сюда? Она стоит, она просто... А ну, давайте попробуем подойти. Тут ничего страшного, если я подойду? Нет, я сюда не зайду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в баню, ну, в баню-то, блядь! Че ж ты не бежишь, тупорылая ты создание, блядь! Так, друзья, я попробовал отойти назад, короче, и эта баба, походу, пропала. Я не знаю, походу, надо наверх. Нет, не наверх. Походу, нужно сюда. Я, короче, вернулся обратно, думал, там что-то взять, кидануть, но она просто пропала, и все. Поэтому, врубаем электричество, выявить причину короткого замыкания. Так, это мы сделали, сохранение есть, это уже хорошо, это уже радует. Все. Пытаемся просто убраться отсюда. Так, и по лестнице вверх. Я не знаю. Куда мы тут пытаемся? Ох, надо внимательнее читать загадочки, и будет все четко. Блядь! Куда бежать? Сюда бежать. Так, свет, свет, свет. Куда, куда, куда тут идти? Я вообще еле что-то вижу. Напрягает очень... Твою мать! Напрягает, сука, игра очень сильно. Если честно. Давай сюда, сюда, сюда. Тут уже, наверное, финишная прямая, где должна быть только... Оооо! Блядь, а как? Они просто в меня летят. Они тупо в меня летят. Так, друзья, опять пробуем. Сейчас вроде направо. Вот тут я не заметил, что тут есть проход. Тут проходы пиздец. Ну, графон такой. Херу видишь, что. Давай, 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 давай. Да, а моль не может пролететь тут. Моль слишком толстая, чтобы пролететь сквозь это, да? Ай, аж смешно. Блядь, а тут... А тут что? Вот, вот, вот. Только не говори... Не говори мне! Не говори мне, сука! Да вы представляете. Давай, давай! Давай на кнопку нажимай! Я ж только что на кнопку, сука, нажал. Говно! Ну, сколько я могу проигрывать? Я уже, наверное, раз 200 проиграл просто. Ну, что же это за человеки? Челопуки просто! Я не пойму, то... Блядь! Там надо бежать! Там надо не бежать! Я уже запутался в этой всей... Малафье. Наверное, надо там не бежать. Там надо по-тихому пробежаться. Да я понял, эти букашки, говняшки. Ну, смотрите, друзья. Кто не знает, куда бежать, вот для вас специально полностью этот... Эта игра уже мне не то, что напрягает. Она... Она интересная, реально. Но уже, конечно, не такая страшная, как в первый раз. В первый раз и было намного страшнее. Так, сюда. Сейчас попробуем тупо пройти пешочком так, аккуратненько. Ну, я не знаю. Если она сейчас побежит за нами, то это будет, конечно, очень глупо. Ну, я уже попытался только что пробежать, и не получилось. Я не знаю, ее что, как вампира светом убьет, или что? Давайте посмотрим. Блядь, я свет включил или выключил? Нажимаем. Ну, нихуя! Ну, что это такое, а? Ну, что это такое? Вот скажите мне. Что мне? Обойти ее надо было, или что? Ну, давайте попробуем не так. Давайте отойдем. Давайте отойдем. Она идет прям посередине, эта собака. Она прям, сука, посередине идет. Вот, смотрите. Надо было просто вот так сделать. Подождать, отойди немножко. И вот. Неужели это сработает? Черт, мои глаза, мои глаза. Это когда мамка, короче, открыла окна. Хики из-за дрота, который не выходил ни еле из дома. Но у нее глаза выж... Я не знаю, как мы выжгли ей. Хрена узнает. Может, с перцовым баллончиком, но кровь бы не пошла. Я порежу тебя на куски, сучка. Что с ней? Я не понимаю. Она уже устала бегать за нами. И все. Мне не нужно зрение, чтобы понять, где ты прячешься. Господи. Что она делает? Твою мать. Она вырезала себе глаза. Японский ты магнитофон. Я бы на твоем месте сейчас бы прыгал через стекло, просто пробивался. Я слышу твое дыхание. И? И что мне делать? Я могу протянуть руку и придушить тебя. Я могу чувствовать. Я чувствую, что ты рядом. Я так и думал, что сейчас такое произойдет. И в замедленной съемке. Я так полагаю, это финал, но... Всю сопоставить картину надо с первых частей, чтобы понять весь сюжет. Игруха бомба, на самом деле. Таких хорроров реально мало. И если бы они выходили бы еще не вот так вот, как выходят сейчас... Что это, я не знаю, на самом деле. Это поначалу мы бегали, записки... Вот в записках, конечно, если бы не было этих моментов. Ну ладно. И так, ты до сих пор здесь. Я, наверное... Ох, я выгляжу не очень. Не так, я хотела умереть. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Я не должна была сюда приходить. Я во всем виновата. Это все равно бы произошло. Плевать, они хотели на болезнь. Они использовали ее только для улучшения феноксила. С кого? Дочку, что ли? Мотыльки были последней частью лекарства, способом показать миру, насколько они ценны. Эта игруха весит 7 гигов, но так мало. Они заметили, как мотыльки ведут себя на фелконе после того, как тот подхватил болезнь в Египте в 58-м году. Он заслужил. Все мы на плантации были лишь подобными свинками. Они использовали нас, но кто они? Доставляя поверить в то, что нас коснулась длань Божья, а не дуг, это знак. Но потом все покатилось по наклонной. Сюжет тут вообще нереально такой вот, необычный. Знаете, обычно все легко. Для нее она легла. Все это ради изобвения? Феноксил создавался как нейролептик для ветеранов войны, страдающих от посттравматического стрессового расстройства. Чтобы забыть ужасы. Такие, как отец, разрушивший жизнь своей дочери, заставив ее стать мужчиной. Чего? Фелтон такой же, как мы, просто жертва. Но Фелтон-то да. После того, как лекарства изъялись с рынка из-за ужасных побочных эффектов, ему оставалось рассчитывать только на результаты экспериментов на плантации. Виман, этот гребаный мудак, Виман, выведя паразитов, смешав их с лекарством, он понял, что, может, еще лучшее. Что существует возможность изменять, контролировать воспоминания, наши воспоминания. Какое, какое просто лекарство жесткое. Но мы могли лишь починить себе мотыльков и не домогать, сильно не домогать. А чертовые воспоминания рано или поздно всплывали на поверхность. Теперь я понимаю. Она упала, еще раз говорит, полчаса. Фелтон никогда не врал. Он просто хотел защититься лесу от всего этого безумия, от себя. От своей Дженнифер. Ну, он себя считал, Дженнифер, да, я так полагаю? Я прав? Сеансы нужны были, чтобы она забыла. Навсегда все забыла. А, сеансы для той бабы, да? Он сам подталкивал ее уйти. Что она в итоге сделала? Она убежала. Сейчас будет с переломанной спиной лежать, еще полчаса рассказывать все ответы на вопросы. Но у меня еще остались вопросы. Это что-то хренище вопросов. Еще не поздно, а твой конец пока еще не пришел. Типа, расследуй, дальше делай, будет вторая часть, третья часть, да? Возможно, уже пришел конец всему, а мы обе мертвы. В таком доме побыть, и уже сойдешь с ума. Да я даже не подозреваю об этом. Ха-ха, значит, не я тут сумасшедшая. Вот реально, может, она сумасшедшая, потому что, ну как, может, труп разговаривать полчаса? И что это за, что это были за... Возможно, мы обе такие. Что это были за поехавшие моменты? И Селестия. А что если Селестия... Это она и есть Селестия, нет? Нет, не могла. Типа, ты могла... Да, могла сестра, но как... Но я так и не забыла тот день. Чего? Это была сестра или что? Крики, пламя, как ты могла так поступить? Чего? Вы хотели представить все божественным знамением, но это было не даром, не шло от Бога. Это пипец сюжет, не штупая ебучая наука. Эти две вещи не могут идти бок о бок. Мы верили в это, в итоге мы ошиблись. Но ты оставила нас там умирать. Чего? Я не знаю, не понимаю, не могу вспомнить. Она не журналистка, или кто? Может, это она и есть Селеста, которая пришла? Которая, которая избежала? И потом приехала сюда? Я не знаю. Да он слышал, все кончено. Нет, не хочу умирать. Меня в ненависти. А это что, сестра вторая, Дженнифер? Или что? Я уже не понимаю. И испытывала ее всю жизнь. Мне уже плевать. Мне не важно, кем ты была, кем были мы. Почему она говорит, что знала ее? Ты таким стала. Только посмотри на себя. Может быть, она бегала все это время от призраков просто? Я совсем не такая. Это просто фарс. Односки из магазинов во всеменных товаров. Такое ощущение, друзья, что это было все воспоминаниями, что она тут лазила. Знаешь, теперь я вспоминаю, как любила валяться в траве, когда была совсем молодой. Они-то знали! Она обращается к ней, как будто бы знала ее. Просто обожала. Лежала так часами, смотря в пустоту. Это просто ужас, а не сюжет. Я представляла себе совсем в другом месте, где-то далеко отсюда. А теперь от этих воспоминаний больно. Как же больно. Почему нельзя просто забыть? Почему мы должны все помнить? Озвучка классная. Потому что... Так ты не дарил своего воспоминаниям клануть в небытие. Она еще жива. Ты найдешь ее. Я знаю, что ты найдешь ее на вершине мира. Кого ее? Что? Если Бог существует, то надеюсь, что он способен любить, и что вы с ней однажды сможете меня простить. Я уже простила. Курить? Типа, прощать. А перевод немного не точный, кстати, тут идет. Совсем запутанно. И что в конце? Что это такое? Что это за ключ? Это ключ или что это? Субтитры создавал DimaTorzok Что-то, походу, еще есть. А, это клавиша от пианино. Два сердца никогда не одинокие. Ничего не пойму. Она реально не журналистка. Это бред полный какой-то. Что было в сумке? Что она нашла? Прощание. Прощание, пересполненное надеждой. Надеждой? Хочешь сказать, что несмотря на все, она не бросила мысль ее найти? Она не отбросила, точнее. Нет. Вовсе нет. Это она уже старая, да? Или нет? Господи, игруха реально крутая. Реально крутая игруха, но я ничего, если честно, не понял. Друзья, давайте попробуем вместе разобраться, что произошло. Чем все закончилось? Музыку я, конечно, пропущу, потому что за музыку могут забанить. И, ну, как бы, видео закроют. Но, друзья, это очень странно. Это очень странная концовка. Я так и не понял. Это она была, этой Селестой, которая потеряла воспоминания и тому подобное, и пришла сюда. И если посмотреть на происходящие моменты, которые происходили там, то такое ощущение, как будто бы она вспоминала все. Потому что кто-то резко терялся, кто-то появлялся. Ты хрен поймешь. Кем была на самом деле вот эта сиделка его, я так и не понял. Но, блин, ну, женон, походу, убил. А вот, а вот она, она никакой не была этой, как она называется, репортершей или типа такого. Это она и была. Она знала только единственное. Она про то, что Дженнифер или Селестия ушли. Но, походу, именно Селестия. Это она и была. Вот в чем сок. Ну, и потом, в конце мы видим ее престаревшей, походу. И, не знаю, рассказывающей своему сыну или внуку, там, я не знаю, кому историю. Игруха, короче, охрененная. Немножко, если бы не так запутанно все было, было бы, наверное, еще круче. Но, блин, запутанность и делает, наверное, эту игру охрененной в плане сюжета. Потому что, ну, такого я еще не видел нигде. Вот, чтобы просто инди-хоррор такой был на таком уровне. Поэтому, блин, оценку я, конечно, такому ставлю большую. Десяточку, думаю. Десять из десяти. Потому что давно такого не было. Реально давно не было. И это вот огонь. Если кто хочет полностью посмотреть, посмотрите, я не знаю, с самого начала там серии я оставлю. Попробую там плейлист сделать и все будет четенько. С вами был Блудлин, с хорошего настроения. До скорых встреч. Будем еще вот такие вот годноту такую проходить, потому что это, ух, офигенно. Давайте подумаем вместе над сюжетом. И напишите комментарий, и пообщаемся по этому поводу. Всем пока, хорошее настроение, и до встречи. Ну, и я хочу, конечно же, посоветовать и такой интересненький канал, на котором очень мрачная, но с юмором музыка, пугающие стихи и смешные испуги на веб-камеру. Ссылочка будет, конечно же, в описании. Переходи на канал и оценивай.